Изменились правила проведения проверок надзорными и контролирующими органами. С 1 января этого года вступили в силу изменения, очень важные для индивидуальных предпринимателей поправки. Каким образом, какие права и обязанности у контролирующих органов при проведении плановых и неплановых проверок регулируются 294-м федеральным законом? Какие в него несли изменения в следующем сюжете? Во-первых, предусматривается организация проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. Органы, имеющие полномочия на проведение контроля, будут обязаны размещать в интернете тексты нормативных правовых актов и обязательные требования к предпринимателям по каждому из видов надзора. На наши органы и в том числе на другие надзорные органы закону возлагается обязанность осуществлять информирование посредством интернета, различных средств массовой информации, проводить семинары, круглые столы об требованиях законодательства, которые касаются именно осуществляемого ими вида деятельности. В общем-то, это предпринимателям полезно, потому что раньше они должны были сами где-то непонятно отслеживать вот эту всю массу меняющегося законодательства, теперь им будет легче. Вводится процедура введения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Это осмотры, обследования, измерения, наблюдения и так далее. Надзорный орган может провести определенные осмотры, обследования, измерения, наблюдения и оценить таким образом деятельность того или иного хозяйствующего субъекта. Единственное, что если по результатам такого мероприятия по контролю без взаимодействия с хозяйствующим субъектом будут выявлены нарушения, сразу штрафные санкции не применяются. То есть либо руководителем надзорного органа будет приниматься решение о проведении официальной внеплановой проверки, либо лицу будет направлено предостережение о недопустимости таких нарушений. В то же время внеплановую проверку после обращения потребителя можно будет назначить только в том случае, если пострадавший обращался к предпринимателю, но его жалоба не была рассмотрена, либо удовлетворена в рамках закона. Человек может обратиться к нам только в том случае, если он представит доказательство, что он в добровольном порядке уже обращался в хозяйствующий субъект, и его требования, его нарушенные права в добровольном порядке этим хозяйствующим субъектом удовлетворены не были или не в полном объеме. То есть нужно обратить внимание тот персонал продавцов, менеджеров, я не знаю, те, которые работают именно с гражданами по предъявляемым претензиям, чтобы они были более внимательны. И если они как бы необоснованно потребителю откажут или в другом нарушенном праве, значит это может явиться уже основанием для внеплановой проверки. И то же самое, что я сказала по электронным обращениям граждан. То есть если раньше любой человек практически анонимно мог посредством электронной связи направить на отзорный орган письменное обращение, значит теперь такие обращения рассматриваться не будут. Теперь будут рассматриваться только электронные обращения, если они предусматривают обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. Но я так понимаю, что это вот через сайт госуслуг, например. Кроме того, у надзорных органов появляется право контролировать деятельность предпринимателей путем проведения контрольной закупки. Однако организовать ее можно будет только в том случае, если это предусмотрено специальными законами, регулирующими организацию и осуществление отдельных видов государственного контроля или надзора. Кроме того, сведения о контрольной закупке должны вноситься в единый реестр проверок, а значит злоупотреблять этим способом контроля инспекторы не смогут.